Всем привет! Ну что, у нас сегодня с вами магическая уборка. Я начиталась книгу и, в общем, сегодня решила разобрать детский гардероб. Сейчас покажу, что у нас имеется, и это просто жесть. В общем, по методу Марии Кондо, я вообще по её технологии, я выложила все вещи, которые у нас имеются детские, ну, в плане одежды, на середину комнаты. Ой, товарищи! И вот, что у нас получилось. Это реально половина комнаты. Вот я сейчас в один конец комнаты отойду. Вот, смотрите. То есть это полностью занимает, ну, практически, ну, четверть комнаты точно. Здесь, в общем, я подготовила пакеты для мусора, я думаю, будет недостаточно. Здесь в этой коробке лежит одежда, которая ещё нам велика, то есть её я сохраню, но тоже переберу. И вот это то, что мы якобы носим ежедневно. Я даже не представляю, как может четырёхлетний ребёнок вот это всё износить. Шкаф у нас пустой. Комод я тоже освободила. И сейчас посмотрим, что у нас вернётся в этот шкаф. В общем, по мнению Марии, нужно каждую вещь брать в руки и смотреть, какие она у тебя эмоции вызывает. Если положительные, то оставлять. Если ничего не вызывает, то избавляться от этих вещей. И я попробую разделить все эти вещи на те, которые нужно выкинуть, на те, которые можно отдать, и на те, которые мы оставим. Да, ещё одной категории будет вещи, которые нам велики и которые мы будем носить. Ну что, я тут более-менее прибралась. Давайте посмотрим, что у меня получилось. И вот это результат спустя час. В этой коробке как были вещи, которые велики, так они там и остались благополучно. Далее, здесь я разобрала носки. Вот в этом пакете мусор. Мусор это здесь в основном какие-то или дырявые носки, или те, которые совсем уж прям малые, или вышли из строя какие-нибудь закатанные. То есть вот это всё выкинуть. Здесь я оставила носки, которые мы носим каждый день. Здесь вот у меня в этом уголке колготки. Здесь у нас в длинном рукаве кофточки. Здесь у нас костюмы. Ну, к примеру, мы ходим, допустим, на фитнес. Ну, то есть такая кофточка с длинным рукавом и штанишки. Так, здесь вот тоже отдельно леггинсы. Ну, в общем, здесь всё, что можно пододеть, либо надеть на какие-нибудь спортивные занятия. Здесь у нас бельё, и здесь у нас пижамы. Так, вот эта вот большая куча, это то, что осталось от той большой-большой-большой кучи. То есть это я либо раздам, либо утилизирую. Скорее всего раздам, потому что ничего там слишком уж прям дырявого и затёртого нет. Так, этот пакет я собрала бабушке, потому что у нас Вероника часто бывает у бабушки. Здесь вот, например, тёплые носки, тёплая кофта. И чтобы туда-сюда не таскать, я выбрала те вещи, которые, ну, не наденешь, допустим, в садик, а дома гонять почему нет. То есть здесь трусики, маечки кое-какие. Вот с этим полотенем пока не знаю, что делать. Я его себе не хочу оставлять, но оно новое, чистое, свежее и по размеру, поэтому пока что думаю. И давайте заглянем в шкаф. Вот что у нас получилось после уборки. Ну, внизу будут стоять вот эти вот ещё органайзеры. В общем, осталось у нас на вешалках. Ну, у меня даже вешалки остались, представляете? Мне их всё время не хватало, теперь у меня даже лишние остались. В общем, это на, ну, такие праздничные платьица. Вот это вот прям очень-очень люблю. Это тоже праздничные платьица. В общем, все платья, которые могут помяться, я развесила на вешалке. Плюс здесь две кофты, которые тоже не очень хорошо чувствуют себя свёрнутыми. И здесь, смотрите, внизу, видно вам, нет? В общем, здесь что-то темно сильно, да? Получилось, давайте вот так выдвину. Здесь у нас джинсы, здесь у нас кофты, которые застёгиваются на пуговицы. Здесь свитер один и вот это вот такая типа толстовочки. Вернее, нет, это тоже какой-то свитер. Ну да, два свитера, в общем. Здесь вот эта вот как раз толстовка и вот эта вот тоже, только без замка. Так, здесь у нас футболки. Идут футболки, мы можем надеть как в садик, так и, например, куда-то в гости. Поэтому не стала делить по категориям. И здесь вот у нас сверху домашняя одежда. Вот, так что... Ой, как бы здесь не упасть. В общем, вот так вот у нас выглядит детский шкафчик сейчас. Я думаю, что есть ещё куда стремиться. Есть ещё что размусоривать. Но в целом я довольна результатом. Я прям даже могу сказать, что очень-очень довольна. Вот этот вот ящик тоже надо сейчас будет разобрать. Но так в целом я думаю, что результат неплохой, потому что смотрите, сколько вещей будем... От скольких вещей будем избавляться, будем освобождать пространство. Так что даю вам всем установку. Размусоривайтесь. Вот, по методу Кон Мари, по любому методу, по моему методу, вообще просто берите весь хлам и выносите из дома, потому что он просто не даёт дышать. Так, да. Всё. Благодарю всех за внимание. Напишите мне, пожалуйста, что вы выкинули из детской одежды, и что бы вы хотели выкинуть, и что бы вы ещё у меня тут выкинули. В общем, пишите, что хотите. Благодарю всех за внимание. Пока. Ну что, ребят, всем ещё раз привет. Я ведь не успокоилась вчера, конечно же, я не успокоилась. И я решила разобрать не только одежду, но вообще всю детскую комнату. Сейчас покажу, что у меня получилось. И я ещё немного подчистила гардероб. И сейчас там вообще у меня мало вещей. Давайте посмотрим. В общем, открываем шкаф. Так вот всё выглядит. То есть у меня здесь на вешалках висит одежда, которая в этом нуждается. Далее вот здесь вот у нас... Ну, это я уже вам вчера показывала. То есть, в принципе, здесь ничего не изменилось. Единственное, что я вот отсюда убрала ещё одну пижаму. Осталось их всего три у нас. И вот там вот у меня ящичек с маечками и трусиками. Здесь у меня, как я же вчера говорила, штанишки и кофты с длинным рукавом. И здесь у нас носочки. Вот так что шкаф выглядит... Ой, на окошку наступила. Шкаф выглядит вот так. Смотрите, что наверху у нас осталось. Здесь у нас вот в этом кофре лежат одеяла, которые... Я их тоже размусорила. В общем, какие-то старые такие застиранные я убрала, буду выбрасывать. А здесь оставила только нормальные такие, которые... Там пледы какие-то. Ну, в общем, что-то такое, чем можно укрываться, к примеру, если мы там путешествуем. Потому что очень удобно было в этом году взять с собой пледик, например, вот в Анапу, когда мы ехали. То есть, в принципе, здесь то, чем мы пользуемся не так часто, но я посмотрела по важности довольно важные вещи. То есть, все равно эти вещи придется покупать, если они нам понадобятся. Там наверху лежат комплекты постельного белья. Я тоже его размусорила. Там осталась совсем парочка комплектов. Вот здесь вот наверху наволочки, потому что наволочки как-то я, Вероники, меняю чаще, чем все остальное. Не знаю почему. И здесь вот ее старые альбомы. Старые альбомы не смогла выкинуть. Ну вот, не знаю, хоть убейте меня. Мне кажется, что это так мило и трогательно. В общем, да. Следующее. Как вы видите, у нас убрался отсюда комод. То есть, мы его не выкинули. Мы его перенесли в нашу комнату. Что с ним мы будем делать, я вам потом покажу. В общем, комната теперь выглядит вот так. То есть, здесь практически ничего не осталось. Вот этот зеленый комод у нас стоял с вот этой стороны. Сейчас он здесь. Мы оставили парочку кукол всего Вероники, потому что она вообще в них не играет. Ну вот серьезно. И просто пылятся. В общем, вот такую куклу оставили. Оставили вот такую вот одну куклу. Ну типа Пупса. И вот такую вот в коляске. Вот эту в коляске она любит. Так, из игрушек. Еще она сказала оставить ей вот этого матроскина. Остальные игрушки все мы ликвидировали. Далее. Вот эта полочка наверху. Здесь у нас вот там английский, потом развивающие всякие буквы и типа цифры. Дальше у нас товары для творчества. Вот в этой вот коробке. Здесь у нас книги. Книги тоже очень сильно размусорила. И здесь вот игры, которые, ну, которые комплект. Да, потому что от многих игр она какие-то детали теряет, там, пазлы теряет. В общем, все, что не кондиция, мы выбросили. И еще вот здесь вот у нас, вот в этой вот коробочке остались животные всякие. Так, что еще из игр? Она попросила оставить вот эту куклу. Вообще, когда мы выбрасывали игрушки, мы советовались с Вероникой, что оставить, что выбросить. То есть из того, что я хотела выбросить, она, в принципе, на все была согласна. И даже еще мне подложила, что можно выкинуть. Вот такую вот куклу она просила оставить. Ну, в принципе, я не против. Далее мы оставили, значит, такой пианино. Пианино она очень-очень любит. Она вообще музыкальная девочка. Здесь у нас конструктор. И вот такие вот кегли. В этом ящике у нас сверху сумки. Далее у нас здесь вот пазлы, всякие мозаики. Это тоже она очень любит. В общем, здесь вот у нас во втором ящике пазлы остались. Здесь у нас все для рисования. То есть краски, кисточки, фломастеры, карандаши. Такие вот карандаши. В общем, все-все-все для творчества. И внизу у нас овощи, чтобы готовить, продавать, покупать и так далее. Так, книжки еще здесь вот такие маленькие я оставила вот здесь. Вот я думаю, что они здесь и будут лежать, потому что вот эти маленькие она очень любит сама листать. То есть если большие, она меня просит читать, например, то вот такие маленькие она и сама любит. Вот здесь вот в этих кармашках у нас альбом для рисования. То есть она может, к примеру, взять альбом, сама взять краски и что-нибудь тут рисовать. Вот. А, да, и вот здесь вот на окошке у нас еще остался набор доктора. То есть здесь она зубы сверлит. А здесь у нас просто там... Ну, я не знаю, как эти дела называются. В общем, так вот выглядит наша комната. Сейчас покажу, что мы выбросили. Мне кажется, очень-очень хорошо получилось, потому что места очень много. Вообще основная моя цель была в том, чтобы освободить место для игр. Потому что комната очень-очень маленькая. Она 2,80, по-моему, на 3, что ли. Ну, она совсем такая крошечная. И мне нравится, что здесь осталось большое пространство для игр. То есть можно прямо вот на полу играть, допустим. Мне понравилось, что нет лишних вещей. И как-то вот, знаете, более-менее все так, как мне нравится. Так, как нравится Веронике. Хотя мне кажется, что есть еще над чем работать. Потому что вот в эту куклу она, например, не играет вообще. Но ее подарила бабушка. Она такая симпатичная. Мне кажется, что... Ну, может быть, Вероника еще просто слишком молода для того, чтобы играть с куклами. Ну, вот, не знаю. Мне вот она очень нравится, например, эта кукла. Я ее не смогла никуда деть. Но вот Вероника в ней не играет. То есть, не знаю, как-то вот с детьми нужно, наверное, особенный подход при выбросе хлама выработать. Потому что то, что мне нравится, может не нравится ей наоборот. Вот, ну, а в целом, в целом вот так вот получилось. Я прям очень-очень сильно довольна. Давайте посмотрим, что мы выбросили. Так, это вот то, что у нас получилось. Мусор. Это вообще мусор, мусор, мусор. То есть это на помойку. Это то, что, например, тут отворились детали или что-то потерялось. А вот этот вот увлажнитель тоже пойдет на Викенштейн, потому что он там уже захряс весь. Уже вода туда не наливается. Ау. Мама, скажи, скажи всем привет. Мы лошадку. Ну, ты скажи всем привет. Всем привет. Мы лошадку отдаем на дачу в Галле. Вот эту, да, лошадку отдаем на дачу в Галле. В общем, смотрите, здесь, короче, мусор. Так, смотрите, а это то, что мы раздаем. Если вот эти мягкие игрушки у нас возьмут в детский садик, то мы их там оставим. Если нет, то приходится их тоже куда-нибудь пристраивать. Например, к знакомым, которым они понравятся. Потому что игрушки, ну, практически новые. Вот этих медведей, Вероника сказала, выбрасывай и даже вообще не думай. Вот эта лошадка у нас поедет, скорее всего, к бабушке на дачу. То есть Вероничка там будет кататься на ней. А вот эти вот два мешочка, это мои подружки. Здесь хорошие игрушки, но Вероника из них просто выросла. Это вот пакетик бабушки. Ну, бабушки в смысле, там Вероника, например, когда на выходные к ней приходит, вот ей нужна одежда. Так что вот это вот туда поедет. Здесь вот в этих пакетах вещи, которые нам малы. Как я уже вчера говорила, эти вещи пойдут маме моей на работу. Там уже очередь из желающих их забрать выстроилась. Вот эти вот игрушки и книжки посмотрим, или в сад отдадим, или, не знаю, вот здесь вот много книжек. О, Вероника сюда уже свой термос положила. В общем, посмотрим, кто возьмет. Ну, предположительно, наверное, в сад хотим отдать. Так что вот, благодарим всех за внимание. Теперь у нас тут чистота и порядок. Пока, скажи, пока. Пока. Помаши, помаши ручкой-то. Пока. Всем пока. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok